Когда я был маленький и читал всякие хорошие научно-популярные книжки, то история человека была линейная. Вот был обезьяна, потом пятикантроп, потом стрелопитек, потом неандерталец и потом современный человек. Прошло время, и оказалось, что все было не так. Оказалось, что неандертальцы — это не примитивная форма современных людей, это не предки, а это сестринская ветка. У австралопитеков вообще какая-то толпа там бродила по Африке разных, то есть дерево человека, оно оказалось большим количеством боковых веточек, представители их вымерли, остались только потомки кроманьонцев, но не только, потому что неандертальцы жили в Европе и Азии, кроманьонцы жили в Африке. То есть неандертальцы из Африки вышли примерно полмиллиона лет назад, заселили Европу и Азию, кроманьонцы продолжали жить в Африке. Потом пришли тоже, одна ветка кроманьонцев вышла из Африки, пришла в Европу, увидела там неандертальцев, и всем было страшно интересно, а что там происходило. Всякие писали романы про древних людей, наши предки такие культурные, там какими-то воевали дикарями, там куча есть такой вот литературы, там обретение огня, я не помню, но в общем есть такие детские книжки про древних людей, такие художественные, или даже взрослых даже может. Археологи, антропологи пытались понять, были ли действительно контакты. Или, скажем, неандертальцы вымерли к тому времени, как кроманьонцы пришли или жили в разных местах и никогда не встречались. И в общем все было довольно противоречиво, потому что с одной стороны вроде бы были пещеры, где неандертальские слои чередовались с кроманьонскими, а с другой стороны может быть там просто мыши норы рыли и все перемешали. В общем там были какие-то страшные терки. А потом люди научились определять последовательности древней ДНК и прочитали геном неандертальцев, и сравнили его с геномами современных людей. И оказалось, что у людей, которые живут в современной Европе и в Азии, у каждого из них примерно 1,5-2% неандертальцев генов. То есть если взять произвольного человека, то у нас примерно 1,5% нашего генома — это наследие от неандертальцев. То есть ясно, что они не только встречались и контактировали, но и контактировали в таком вот очень конкретном смысле, что само по себе на самом деле удивительно. А дальше оказалось еще лучше, потому что есть чудесная Денисова пещера на Алтае, где ее там давно раскапывают. Всегда считалось, что она неандертальская. Удивительным образом в ней очень хорошо сохраняется ДНК, никто не знает почему. Вообще говорят, что древняя ДНК страшно разрушена, и с ней очень тяжело работать. А вот в Денисово сохраняется очень хорошо. Взяли косточку, маленькую фалангу мизинца, выделили ДНК, определили последовательность, думали, что сейчас у нас теперь есть европейский неандерталец, потому что первый был из Европы, из Хорватии. А теперь у нас будет азиатский неандерталец, сейчас мы их сравним. Бабах, он оказался вообще не неандертальцем, а третьей ветки человечества. Они немножко ближе к неандертальцам, чем к нам. Сначала разделились кроманьонцы и общие предки неандертальцев с денисовцами, и почти сразу после этого разделились неандертальцы и денисовцы. Мы про них практически ничего не знаем, потому что в этой пещере люди жили, но не хранили. Там есть только маленькие фрагменты костей, фаланги пальцев, зубы, а то, что можно потерять, живя в пещере. От денисовцев нет никакой антропологии, нет никаких больших костей, нет скелетов, нет черепов, этого ничего нет совсем. Что оказалось с геномом денисовца? Во-первых, взаимоотношения между неандертальцами, денисовцами тоже вылезли из сопоставления геномов. А дальше оказалось, что в геномах папуасов и австронезийцев более общего примерно 5% денисовских генов. В какой-то момент эта ветка человечества, которая заселяла океанию, Индонезию и Австралию, встретились с денисовцами и получили эти 5% денисовских генов. Нам намекают, что денисовцы на самом деле жили на очень больших территориях, потому что ни одна схема заселения Индонезии и Австралии не предусматривает захода на Алтай. География противоречит этому довольно сильно. Именно этот массовый денисовский поток у австронезийцев — это люди, которые шли по южному пути, и где-то они по дороге зацепили денисовцев, это означает, что денисовцы там жили в это время, то есть большой орел должен быть. Мы их знаем только из Алтаи, больше ниоткуда. Ваши неандертальские варианты генов и мои неандертальские варианты генов — это разные гены. Мы можем взять много тысяч современных людей, у каждого из них определить его неандертальские варианты, а потом все это собрать вместе и реконструировать вот этого неандертальца, который был нашим прадедушкой или прабабушкой. Точно так же можно сделать с денисовцами. Дальше оказывается, что это немножко ерунда, потому что этих гибридизаций было несколько. И когда мы так просто реконструируем, мы на самом деле реконструируем химеру. Оказывается, что было несколько волн гибридизации с неандертальцами у разных этнических групп. То есть была самая первая гибридизация общего предка вообще всех современных европейцев и азиатов. А потом была еще отдельная гибридизация после того, как отделились предки австроназийцев, общих предков современных европейцев и, скажем, китайцев, восточных азиатов. И потом что-то еще было, на самом деле, по-видиму. С деталями уже немножко труднее. Было несколько веток гибридизации с денисовцами, несколько волн. Была основная волна у папуасов, но на самом деле денисовские варианты генов находят не только у папуасов, а находят, скажем, у китайцев и у эскимосов, и у тибетцев. И там вообще чудесно, потому что есть денисовский вариант гена, который зафиксировался как раз у тибетцев, и это тот вариант, по-видимому, который им дает приспособление к жизни на большой высоте. Есть пара генов, фрагмент, в котором есть два гена, непонятно какой из них главнее, по какому из них шел отбор. Денисовский вариант этой пары есть много у кого, в разных популяциях он встречается, но он практически зафиксировался как раз у гренландских эскимосов. Это оказалось полезным, не очень понятно, почему. Там много чего от этих генов зависит, и морфология лица, и сжигание жира, и запасание. То есть какой именно был фактор отбора, который этот вариант отобрал, не очень понятно, но мы видим результат. Точно также про неандертальские варианты тоже можно смотреть. Некоторые из них связаны с ожирением у индейцев североамериканских, потому что те варианты, которые у современного человека ведут к ожирению, и плохи, они были страшно полезны у древних людей, когда макдональдсов не было на каждом углу, потому что если вы там завалили мамонта и начали его есть, то очень полезно съесть как можно больше и запасти в виде жира то, что вы съели, потому что до следующего мамонта еще бог знает, сколько времени пройдет. Если у вас вариант гена, который участвует в обмене веществ и способствует тому, что лишняя энергия и съеденный мамонт не запасается в виде жира, а просто сжигается, то для современного человека это очень хорошо, вы можете есть стейки сколько угодно и сохранять фигуру. У меня была такая ученица, ей все завидовали, а пересели ее на 10 тысяч лет назад, и это был бы очень плохой вариант, она бы с голоду померла до следующего мамонта. Есть неандертальские варианты, которые у современного человека предусполагают к ожирению, но при этом встречаются довольно часто. По-видимому, они действительно были полезными в других условиях. А есть наоборот, есть такие гены, что ни у кого неандертальский вариант этого гена не сохранился после гибридизации, то есть они явно были плохими. Если посмотреть, какие это гены, то примерно понятно, что было. На что это влияло, я сейчас про это расскажу чуть позже. И вот такой сюжет совсем прошлого года, абсолютная сенсация, нашли зуб из Денисовой пещеры, это оказалась женщина, у которой был папа неандерталец, а мама Денисовка. То есть не то, что какие-то предки, а просто папа неандерталец, а мама Денисовка. Я правильно помню, я все время путаю, но, по-моему, так. То есть это гибрид первого поколения. В Австралии был гибрид кроманьонско-неандертальский, четвертого поколения примерно, то есть примерно как Пушкин относительно араба Петра Великого. Оказывается, что из этого не очень большого количества древних геномов, которые мы прочитали, на самом деле масса совсем недавних гибридов. Это означает, что гибридизации происходили часто, потому что если вы идете по улице и видите, что каждый десятый встречный мулат, скорее всего, в этом городе хорошо относятся к межрасовым бракам. Вопрос, почему это все-таки были две разных ветки. Если мы смотрим на то, какие гены не задержались неандертальские у современного человека, то это гены, мутации в которых связаны с мужской стерильностью. Они экспрессируются в семенниках, находятся на Х- и Y-хромосоме. По-видимому, при интенсивной гибридизации не происходило действительно полного смешения, потому что мальчики от этих браков были либо бесплодные, либо с пониженной плодовитостью, либо сами не очень хорошие. Девочки были нормальные дочки, а мальчики были так себе. Этого достаточно, чтобы виды не скрещивались про вклад денисовцев в наш геном или неандертальцев в наш геном. Что это означает? Это означает, что когда рождался ребеночек смешанного брака, то он оставался жить в кроманьонском племени. Его ДНК постепенно растворялась по всей популяции. У алтайского неандертальца в той же Денисовой пещере неандертальцы тоже жили, такая была коммуналка. Похоже, что одновременно жили, потому что гибрид первого поколения означает, что они в окрестностях Денисовой пещеры, мама с папой и встретились. У алтайского неандертальца есть несколько процентов кроманьонских генов. Это означает, что был какой-то смешанный брак, от которого детки наоборот остались жить с неандертальцами. А у европейских неандертальцев кроманьонских генов нет, а у африканцев нет неандертальских генов. Это чудесная Санта-Барбара, которая на глазах развивается. То есть какие-то базовые вещи уже твердо установлены. Что гибридизации были — медицинский факт, что гибридизация с Денисовцем у папуасов была тоже медицинский факт. А сколько было волн этих гибридизаций — по-видимому, много. Мы видим следы трех с неандертальцами и двух или трех с денисовцами. Но совершенно не исключено, что чем больше будет данных, тем более подробная эта история будет. А какие-то детали время от времени пересматриваются. За этим очень прикольно следить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова